Мы живем в очень турбулентном мире. Вообще, как там у китайцев, чтобы ты жил в эпоху перемен, проклятия? В эпоху перемен, да. Такое проклятие есть. Но в этом турбулентном мире есть вещи, которые, знаешь, есть выражение спасителя мертвых мотает живого. То есть есть анахронизмы, те конфликты, которые нам достались наследству с прошлого века. И позапрошлого века, и так далее. Которые продолжают сегодня, в общем-то, как гири висеть на, в данном случае, на странах нашей региональной песочницы. И достаточно серьезно мешают решать те новые задачи, новые вызовы, перед которыми оказались все мы. Армяно-азербайджанский кейс, пожалуй, один из таких самых важных ключевых. И, в принципе, я очень много разговариваю по этому поводу. На самом деле, мне кажется, с одной стороны, все очень просто. Просто в том плане, что на Земле уже все решено. Необходимо просто здраво оценить ситуацию. И решить достаточно просто. С другой стороны, я вижу, что уже то, что было обстоятельством непреодолимой силы, то и остается обстоятельством непреодолимой силы и чудовищный уровень недоверия. Что делать в такой ситуации? И почему такая ситуация сложилась сегодня? Тогда вроде бы все должно быть по-другому. Дело, вот твой вопрос мне напомнил дискуссию на тему, что завершился ли Карабасовый конфликт или нет. По этому поводу некоторые армянские эксперты, иногда кто-то там за рубежом, говорят о том, что нет, этот конфликт не завершен. Позиция Азербайджана заключается в том, что конфликт уже завершен и сдан в архив. Но в чем тут дело? Дело в том, что долгие годы на международной арене было несколько серьезных конфликтов, которыми было приковано внимание международного сообщества. И эти конфликты шли, так сказать, через запятую. Допустим, собралась министр иностранных дел Европейского Союза, обсудили, что обсудили русско-украинскую войну, ситуацию на Ближнем Востоке и конфликт, допустим, армянно-азербайджанский или карабахский. Ну, последние несколько десятилетий примерно иногда менялось, там была агрессия против Грузии, и тогда оно вышло на первый план обсуждения. Но постоянно, стабильно карабахский конфликт был через запятую среди вот этих важных международных проблем, которыми занимаются, решают. Тем более, что это был мандат Организации Объединенных Наций, ОБСЕ, которая создала армянинскую группу, и ОБСЕ отчитывалось перед ООН каждый год, как идут там дела по урегулированию конфликтов, вообще-то понятно. Но после 44-дневной войны, после однодневной антитеррористической операции, и после эвакуации армянского населения, добровольной эвакуации армянского населения из Карабаха, на самом деле, вот нынешняя ситуация, она не позволяет нам ставить эту ситуацию опять через запятую, допустим, с русско-украинской, допустим, войной или же там с событием на Ближнем Востоке. Посмотрите, что там творится. Каждый день тысячи погибших, боевые действия, широкомасштабные боевые действия, все и так далее. А что у нас? У нас на самом-то деле остались проблемы уже не карабахская проблема, у нас осталось постконфликтное урегулирование, которое само по себе тоже имеет свои противостояния, имеет там информационную войну, дипломатическую войну, но это же не то, что было раньше и никак не можно сравнить через запятую, поставить, значит, с войной, которую развязала Россия против Украины, или то, что сейчас происходит там в секторе Газа, или Израиль-Хамасовское противостояние, или там действия Ирана, все и так далее. С этой точки зрения я считаю, что вот надо правильно понимать, какой смысл мы это вкладываем, когда мы говорим, что конфликт завершен. На самом деле вот тот конфликт, который несколько десятилетий обсуждался по международным программам, он завершен. Вопросы решены. Фактически произошло этническое размежевание. Это была позиция не наша, это была армянская позиция. Армяне с первого дня утверждали, что мы вместе в одном государстве жить не сможем. Это они пропагандировали с трибуны Совета Европы, когда, допустим, Роберт Качарян об этом говорил, и говорил, что это генетическая несовместимость. Об этом говорили там представители сепаратистского режима, что если Карабах останется в составе Азербайджана, то мы покинем, это будет исход, мы уедем, все и так далее. Мы были настроены на то, чтобы азербайджанцы жили в Армении, и армяне жили в Азербайджане. Наш подход заключался именно в этом. Ну, армянская сторона настаивала на том, что должно произойти этническое размежевание. Правда, они видели это по-другому исходу. Они думали, что этническое размежевание в Карабахе произойдет так, что Карабах объявит независимым государством, его признают, и ни один азербайджанец туда не вернется. Так они себе представляли этническое размежевание. Но этническое размежевание на самом деле произошло, но не в той редакции, которой они на это рассчитывали. И сейчас изменить что-то в этой ситуации, я думаю, уже не получится, потому что в этом должно быть заинтересованы обе стороны. Например, Азербайджан хочет это изменить. Давайте договоримся и будем обеспечивать права азербайджанцев на возвращение в Армению и права армян, чтобы они возвращались в Карабах. Но каждый возвращающий должен принимать гражданство, признавать Конституцию, получать паспорт этого государства, и его права должны быть соблюдены. Ну, чтобы танцевать танго, нужно два партнера. Армянская сторона говорит нет. И армянская сторона, я убежден, она эвакуацию армян из Карабаха производила именно с прицелом на то, что они не позволят западным азербайджанцам вернуться в армию. Ведь если бы они эту эвакуацию не провели, они были бы немножко с политической, дипломатической точки зрения в ущербном положении. Почему вы настаиваете, чтобы армяне жили в Азербайджане, пользовались огромными правами фактически как независимое государство, а азербайджанцев в Армению не пускают? То есть у них эвакуация имела под смысл, что мы никого из азербайджанцев не будем пускать обратно в Армению, что этническое размежевание закончилось, точка. И поэтому в этой ситуации конфликт на самом деле уже завершен. Ну, а вот остаются постконфликтные ситуации, постконфликтные проблемы и с коммуникациями, и с границами, с мирным договором. Тут очень важно понять, что есть мир как бы по факту. По факту у нас сейчас мир. Редко происходят какие-то инциденты на границе, да, это очень плохо. Но они то ли расследуются, то ли не имеют такого масштабного характера. В основном идут дипломатические переговоры, там, по коммуникациям, по границам, о мирном договоре. Но без мирного договора, де-факто, мир тоже возможен, как между Советским Союзом и Японией было долгое время. Тем более, что... Сейчас, кстати, между Россией и Японией нет мирного договора. Нет, сейчас тоже нет мирного договора, да. И мы так думаем, что, да, наверное, понадобится какие-то время для того, чтобы эти все взаимные требования были согласованы, решены. Мы требуем, чтобы они привели в порядок свою конституцию. А когда они говорят, что это наше внутреннее дело, да, армянская конституция – это армянское внутреннее дело. И армянские законы тоже – это их внутреннее дело. Если эти законы, конституция касается территории самой армии, вот тогда это их внутреннее дело. Если туда, в эту конституцию или в этот закон вдруг они вставляют какие-то пункты, какие-то статьи, касающиеся территории чужого государства, тогда, естественно, это государство будет предъявлять по этому поводу претензии. Вот для того, чтобы конституция Армении и законодательство Армении наконец-то стали их внутренним делом, они должны туда убрать все, что не касается их территории, все, что касается Азербайджана. Поэтому всякие такие оговорки, что это наше внутреннее дело, это не воспринимается нами, потому что приведите в порядок, чтобы это ваше законодательство касалось вашей территории, а не нашей территории, на что у вас на это нет права. Я думаю, что нынешняя ситуация, она именно характеризуется этим, что конфликт на самом деле завершен. Тот конфликт, о котором мы десятилетиями говорили. Но есть проблемы постконфликтного урегулирования, которые мы с армянской стороной должны решать. Но здесь появляются определенные тенденции, связанные с тем, что Армения пока еще от своих вот этих территориальных претензий к нам официально не отказалась, это все у них присутствует. И плюс они хотят провести большую программу перевооружения с помощью Индии, Франции и так далее. И тогда у нас тогда возникает вопрос. Это что, подготовка к реваншу? Если это подготовка к реваншу, извините, тогда я один раз это говорил, по-моему, на твоей передаче, или на какой-то другой. Если армяне будут считать, что третья армяно-азербайджанская война неизбежна, то она произойдет не тогда, когда они к ней подготовятся, как следует ее, чтобы ее провести. Она произойдет тогда, когда мы скажем, когда они не будут готовы. И тут ничего личного, тут только такой бизнес, как говорится, но не бизнес, а бизнес как дело. Это слово на английском языке имеет два значения. Это наше дело связано с нашей безопасностью. Если мы откровенно увидим, что армия не готовится к реваншу, то, естественно, у нас будет серьезная реакция на это дело. Понятно. Вот вопрос по поводу, сразу же несколько вопросов у меня, я там за тебя выписывал их. Ну, во-первых, на сегодняшний день, насколько я понимаю, армянская сторона на экспертном уровне уже готова на то, чтобы армянское население Карабаха, на экспертном уровне, я не знаю, были ли заявления от официальных лиц, получало азербайджанское гражданство. До сентября 2023 года в один голос говорили, что это невозможно. Сейчас, как бы, не знаю, насколько это лучше поздно, чем никогда, но вот что касается возвращения азербайджанцев в Армению, у меня были разговоры, в том числе и на канале об этом. И, ну, есть страх, просто страх за то, что если азербайджанцы в большом количестве вернутся в Армению, даже если получат армянское гражданство, то это может в конечном итоге привести к тому, что азербайджан просто заберет вот этот. Ну, если перевести то, что ты сказал, это вот на язык чисто политических тезисов, они говорят, мы бы с удовольствием армян послали бы в Карабах, но мы это не можем сделать, потому что иначе нам придется азербайджанцев посетить в Армению, а при ихнем демографическом большинстве, да, азербайджанцы, азербайджанцы имеют примерно четырехкратное, пятикратное преимущество в демографии. Рождаемость ты имеешь в виду? Ну, нет, даже по численности населения нынешней, не ежегодная рождаемость, а вот численность. Там в Армении официально на бумаге больше трех миллионов, но перед войной и власти Армении, и структуры ООН объявили, что в реальности одна треть только числится там, а не присутствует, когда десятилетиями не появляется в Армении, реально там проживает там что-то, там, два миллиона, а потом еще был отток в связи с этой войной и так далее. Я думаю, что там реально меньше двух миллионов населения, заметно меньше. И поэтому, ну, армяне сами об этом говорят, что раз они азербайджанцев не хотят пускать к себе, тем более, что азербайджанцы, западные азербайджанцы, они же четко заявили, что мы принимаем армянское гражданство, мы принимаем армянский паспорт, мы принимаем армянское законодательство, мы претендуем только на земли наших предков, на наши кладбища, на наши дома. И вот они их туда не пускают, они говорят, что для нас угроза. А вот армяне, которые выехали из Карабаха, у них же требования заоблаченные, которым никто не подпишется, а тут весь мир должен собраться, построить кольцо вокруг них, стать там международными войсками, и они будут отказываться там принимать наше гражданство, но кто под это чушь будет подписываться и что из этого вытекает. А из этого вытекает за тем факт, что конфликт совершен, и надо уже решать проблемы между Арменией и Азербайджаном по тем трекам, которые существуют границы, территориальная целостность, коммуникации, мирный договор и так далее. Тут очень важный момент, то есть сейчас примерно позиция армянской стороны такая, что если мы говорим о возвращении там азербайджанцев в Армению, то нужно говорить о возвращении армян вообще не в Карабах, а вообще в Азербайджан. А Армения и Карабаха это другое, потому что там был официальный статус, там была автономная область и так далее. Дело, ты знаешь, это уже разговоры в пользу бедных, все это уже понимают. Если бы они рассчитывали на то, чтобы армяне там жили в Карабахе, они не проявили бы эвакуацию. Эвакуация была заранее объявлена, никакого насильственного изгнания не было, никаких этнических чисток не было. Заранее они были, заранее об этом объявили, наши войска не входили ни в Ханчанды, ни в Астеран, никуда. Три-четыре дня по графику приезжали автобусы из Армении, вывозили группами там, эшелонами, то все и так далее. Пограничники наши там им чем-то помогали, давали там воду или что-то, спрашивали наши журналисты, почему езжаете. Ну, нам сказали собрать вещи и уехать. Кто вам сказал, наши власти, то есть власти, это все братья российского режима. Все, этот вопрос, я думаю, что закрыт. Я не думаю, что это будет очень интересно уже вовлекаться, а что будет, если бы то дали бы согласие, это дали согласие. Уже процесс, я думаю, что уже пройденный, там ничего изменить уже не получится. Понимаешь, в чем дело? Тогда получается такая вещь. Тогда получается, что реальности, вот на земле, что называется, не теоретически, если мы с тобой сейчас не будем теоретизировать, а в реалиях, бессмысленно пока, по крайней мере, обсуждать этот вопрос. Нет ли смысла сказать друг другу так? Так, ребята, давайте сделаем таким образом. Вопрос о возвращении, он стоит, он стоит в общем. И когда будут налажены нормальные межгосударственные отношения. Самое главное, вот давай исходить из тех реалий, которые есть. Когда армянская сторона говорила до сентября 23-го года о том, что армяне не смогут жить в Азербайджане, в какой части они были правы? Ну, действительно, сложно было бы себе представить при том уровне недоверия и даже взаимной ненависти с обоих сторон, что кто-то из армян будет жить в Азербайджане так, спокойно. Не верили они. Понятно это. Поэтому, может быть, имеет смысл просто не обсуждать сейчас это. Ну, а мазь, это то, что я тебе и предлагаю. Давай не будем это обсуждать. Давай обсуждать вещи, которые более так реалистичные, более, так сказать, стоят на поверхности. А я, кстати, хочу сказать, что вот что стоит обсудить, на мой взгляд, что я бы мог бы предложить нашим зрителям, да, по этим вопросам. Я не стану повторять политологов, которые выступали, экспертов, до меня, последние смотрел. Я с оценкой азербайджанских экспертов практически согласен по абсолютному большинству вопросов. Я бы придал бы сюда некоторый такой взгляд исторический, потому что геополитические процессы, они имеют определенную консервативность. Они базируются на таких постоянных величинах, как, допустим, демографический потенциал, численность населения, контроль над какими-то территориями, обладание природными ресурсами и многие другие такие вещи, которые не меняются на протяжении очень длительного исторического времени. Иногда мы говорим, что геополитическая структура поменялась, геополитическая схема поменялась в каком-то регионе мира. Но если покопаться, можно уточнить, что нет, она вернулась к какой-то прежней своей позиции, которой она была в свое время, просто в результате каких-то событий баланс сил был нарушен, а сейчас баланс сил восстановился. Поэтому исторический взгляд всегда на эти вещи, он очень полезен. Полезен для того, чтобы хотя бы иметь перед собой вариант, как может ситуация развиваться. Поэтому вот я, то, что сейчас происходит, особенно после этого визита министра обороны Франции в Армению, после заявлений о том, что мир немыслим сейчас, после объявления такой большой программы перевооружения, я бы просто вспомнил хотя бы, ну хотя бы с начала 20 века то, что происходило, ключевое событие несколько, и восстановить это в памяти, освежить. В начале 20 века вот армянской стороне было предложено фактически такая геополитическая авантюра поднять восстание в Турции, ударить спину турецким войскам, когда они защищались от огромной международной коалиции, в которой было и Соединенные Штаты Америки, и Британия, и Франция, и Россия, все объединились для того, чтобы эту турецкую империю, Османскую империю... Это Первая мировая война. Да, средь политической карты, да. Им было обещано 6 вилаетов в Турции, что на 6 вилаетах в Турции будет построено большое армянское государство. Но это кончилось катастрофой, кончилось катаклизмами, все это мы прекрасно помним. И в какой-то последний момент, в общем-то, те, кто давал им такие гарантии, они тоже от них отвернулись и ничем серьезным армянам не помогли. Но это было в начале 20 века. В конце 20 века схожая ситуация повторилась в отношении Харабаха. Опять-таки им было дано определенное заверение, опять-таки они посчитали, что за ними стоят мощные силы, и в самой новой России, там, поздний Советский Союз, Горбачев. Это самая проармянская такая администрация была. Его среди его помощников, советников, 3-4 армянина была. Даже его советник по экономическому вопросу Магамбекя, он объявил заранее, еще в 97-м году, в конце, что Карабах должен быть передан Армении. И что он дал Горбачеву соответствующую по этому поводу доклад. Его другой помощник, Шахназарян, заводил к нему всех там... Шахназаров. Шахназаров, Шахназаров, хорошо. Шахназаров, он заводил к нему всю эту интеллигенцию армянскую, которая выступала. Только потом уже, в феврале 88-го года, там, это было оформлено в виде заявления, там, оба совета или что-то. Ну, что произошло в результате вот этих попыток зарывать Карабах и присоединить его к Армении? Мы видели, вот, вторая Карабахская война, четвергневная, однодневная операция. Опять-таки, катастрофа, опять-таки, большие несчастья. Сейчас, говорят, Бог любит троиц. Сейчас Франция, сказать, из своих соображений, я считаю, что очень грязных, очень подлых. По отношению Азербайджана они враждебны. Это я принимаю. Хорошо. Насильно мил не будешь. В Турции они видят своего соперника по Ближнему Востоку, по событиям, там, Ливии и так далее. Хорошо поняли. То, как Франция ведет себя по отношению к Армении, на мой взгляд, это просто подлость. Макрон выступает и официально говорит о том, что у нас есть большие интересы за рубежом. Мы великая мировая держава, потому что у нас есть заморские территории, у нас есть дела на Балканах, и мы занимаемся перевооружением Армении, строим его опару. То есть для него это показатель того, что Франция великая мировая держава. Когда их выгоняют из Африки пинками из одной, второй, третьей страны, они ничего не могут делать, конечно, это очень болезненный удар по самолюбию французских политиков. Вот они сейчас пытаются на армянском треке вновь доказать, наверное, самому себе и всему миру, что они великая держава. Но они, в общем-то, толкают Армению на противостояние с Азербайджаном. И это уже третья геополитическая авантюра. Одна была в начале 20 века, вторая была в конце 20 века. Сейчас то, что Франция делает и подписывается, кажется, Пашинян, по крайней мере, пока что он идет в формате этих устремлений Макрона. Это такая авантюра дела. В начале 20 века на кону был вопрос в шести вилаятах Турции. В конце 20 века на кону был вопрос принадлежности Карабаха. Сейчас то, что Франция толкает Армению на противостояние, на милитаризацию и противостояние с Азербайджаном, на кону уже существование Армении, она существует как независимое суверенное государство. Пусть наши коллеги в Армении подумают о семь цепочках исторических событий. Уже на кону сейчас не стоит вопрос шесть вилаятах или Карабаха. Сейчас будет Армения сохранена в нынешних границах и как государство развиваться или нет. И Франция пытается на этом педалировать и показать себя мировой державой. Посмотрите на что Франция себя представляет. Ее последние войны. Она во Второй мировой войне позорно за пару недель капитулировала перед Германией. И была фактически сателлитом Германии, помогала Германии. Это история Деголя, это история очень небольшого ограниченного количества людей. А так французские батальоны защищали гитлера до последних дней в боях в Рейхстаге. А потом у них была война в Виндокитае, когда вьетнамцы им наваляли. И Франция официально капитулировала, вывела войска. 10 тысяч пленных французских солдат было последним капитуляцией во Вьетнаме, когда они оттуда ушли с поражением. Сейчас их из Африки, я говорю, выгоняют. Какой у Франции военный потенциал и возможность, чтобы зайти на Южный Кавказ, где есть Азербайджанно-Турецкий военный союз, где есть Россия, которая традиционно здесь имеет огромное влияние. Она просто как пешка играется, как судьбой этой Армении. Поэтому, мне кажется, они должны серьезно проанализировать, сколько раз их на этой авантюре толкали, чем все это кончилось. Когда-то начиналось огромное государство из шести влаятов, потом думали, может быть, Карабах присоединят. А сейчас стоит вопрос о том, это государство сохранится или нет. Поэтому я считаю, что это серьезнейшая авантюра. Если власти Армении на это поддадутся и на самом деле по этому пути пойдут, то Армению ждут очень тяжелые последствия. Смотри, есть другая сторона медали. Как говорится, всегда нужно смотреть другой оптикой. А оптика следующая. Что мы имеем в случае с Арменией? Мы имеем в случае с Арменией два враждебных государства. И сейчас можно уже сказать, к сожалению, исторически враждебное государство. Которое достаточно серьезное, достаточно сильное. И между ними находится Армения. И Армении приходится принимать какие-то попытки для того, чтобы обезопасить себя. При этом есть ресурс. То есть всегда же, как же, вот анализ в свое время в бизнесе, что проводили. У Армении есть ресурс. Ресурс следующий. Ресурс того, что есть хорошие связи на Западе. Диаспора, Кокус и так далее. И следующий ресурс – это Россия, которая объективно ослаблена. Что даже в этой ситуации должна сделать Армения? Ну, она не справилась из того, что у нее есть. Два слабых места в твоей аргументации. Я понимаю, что ты сейчас ставишь себя на место Армения. А, он, беру я. Армянского эксперта. Армянского эксперта сейчас в эфире нету. Это не дискуссия. Поэтому ты, как грамотный профессиональный журналист, пытаешься, так сказать, контраргументы, их не мне, так сказать, изложить. Хорошо, я согласен. Два слабых места. Первое. Армения находится между двумя государственными вражденными, сильными. Это Турция и Азербайджан, которые на самом деле сильнее, чем Армения. Естественно, каждая в отдельности. Не пробовали отказаться от территориальных претензий к этим двум большим и намного более сильным государствам по соседству. Вот выдвижение территориальных претензий к Турции, которые есть у них и на Гербе, и в некоторых конституционных вещах, на эти шесть миллиардов, и претензии к Азербайджану. Это самый эффективный способ уменьшить угрозу со стороны двух соседних сильных государств. Мне кажется, то, что мы им предлагаем, и Турция им предлагает, это и является для них самым эффективным средством, как уменьшить эти угрозы. Отказаться от территориальных претензий к Азербайджану, к Турции. Что ж ты между двумя этими государствами, такой слабый государство еле держится на ногах, и к Абвэм им взять территориальные претензии, отраженные в твоих конституциях, в твоих гербах, в твоих, я не знаю, законах и так далее. Вот это слабое место этой конструкции, что между двумя враждебными государствами. И, наконец, другое. У них есть какие-то ресурсы. Давай посмотрим, дорогой мой. В начале 20 века, когда эти события происходили, когда с автоматской Турцией, да, какие ресурсы были привлечены огромные? Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция, Россия, тогда Россия была частью Запада коллективного, выступала, да, пригнали со всех заморских колоний, из Канады, из Австралии, военнослужащие, из Новой Зеландии, собрался, полмира они собрали для войны с Турцией. Огромные такие ресурсы были привлечены, и это все играло на пользу Армении, что, да, Армения, помогая именно этой большой коалиции, не Армении, а армяне, которые живут в Турции, они смогут реализовать вот эту идею о шести белаятах и построении государства. Ну, что из этого получилось? Или возьмем конец 20 века. В Советский Союз, поздний Советский Союз, я же сказал, Горбачевское окружение, там и сплошь одни вот влиятельные армяне, и после того, как Советский Союз разрушился, Россия была на стороне Армении, никто это не скрывает. Враждебное отношение к Азербайджану было, Азербайджан смотрит в сторону Турции, Азербайджан хочет с Западом нефтяные контракты подписать, нас пытались наказать, именно Россия пыталась наказать, руками армян, и ваши планы военные совпадали с попытками перекрыть этот магистраль Баку-Тиблиси, чтобы ваши нефтяные контракты не были подписаны. Последние же ожесточенные бои, это попытка пробиться через Борду и Тартар к Евласской дороге, и тогда, это весна 1994 года, если бы они смогли бы это пробиться к Евласской дороге, то в сентябре никакого подписания нефтяных контрактов не было бы, контракта века, потому что магистраль, как вывозить нефть, уже отсутствовала. Огромная Россия, которая имела на Южном Кавказе такое монопольное военное, политическое и другое присутствие, стояла на стороне армян, и опять у них ничего не получилось. В конечном счете, на первых этапах что-то они и в начале 20 века, и в конце 20 века, на начальных этапах что-то добивались, а потом все вставало на круги своя, и геополитика, география, расклад сил, потенциал, все играли роль основную, и это кончалось крахом. Но теперь давайте сравним, что нам нужно предложить Франции. У Франции ваши-то сухопутные войска, ну, что-то около 100 миллионов. Это для защиты самой Франции, то есть 100 тысяч, я извиняюсь, защиты самой Франции, ее там каких-то заморских баз, везде, все и так далее. Вторая и третья полевые армии, турецкие и азербайджанские армии, мы же сейчас строим единую армию, вторая и третья полевые армии, они как раз-таки контролируют ситуацию и на границе с Южным Кавказом, и с Сирией, и с Ираком. Восточная часть Турции, да? Ну да, именно вторая и третья полевые армии, они отвечают. Фактически часть территории Турции, это Южный Кавказ географический, да? А, конечно. На земле, да? То есть это вторая и третья полевые армии, и самая боеспособная армия турецкая армия, потому что они именно участвовали в боевых действиях, участвовали с Ираком, Сирией, границей, все и так далее. И азербайджанская армия, чтобы она себя показала, вместе это 300 тысяч армий. Не вся турецкая армия, она огромная. Я имею в виду то, что она на Южном Кавказе может выставить вот здесь, да, на границе. И азербайджанская армия. Это 300 тысяч. Очень боеспособная военная сила с самыми современными военными технологиями, которые Турция продемонстрировала, и Азербайджан продемонстрировала. Какие ресурсы есть? Кто придет? У нас, здесь у нас стоит третья полевая армия, насколько я понимаю, в Эльзеруме. А, полевая. Вторая армия, он повернут немножко в сторону Ирана и Южного Кавказа. Он находится на стыке. Поэтому целиком третья полевая армия и часть второй полевой армии, да. То есть, восьмая, девятая корпуса, постоянная дислокация на границе с Южным Кавказом. И седьмая на стыке Ирана, на иранской границе и Южного Кавказа. Но это все практически одна зона. И сравнить там с двумя другими полевыми армиями Турции, они немножко далече. А вот именно в нашем чатре военных действий Турция всегда здесь присутствует примерно 200-тысячной группировкой, которые, ну, около 100 тысяч непосредственно на границе. Это 80 тысяч, считайте, третья полевая армия, 20 тысяч, больше 20 тысяч. Это часть второй полевой армии, которая примыкает к Южному Кавказу. И рядом еще около 100 тысяч примерно войск. Это где границы Сирии и Ирака, да. Ну, и азербайджанская армия, наш президент объявлял, мы со 100-тысячной армией воевали во Вторую Карабахскую войну. Что может Франция или что-то там гарантировать или Армения? Еще раз говорю, сравните с коалицией начала 20-го века, сравните с возможностями Москвы в начале 90-х годов на Южном Кавказе и нынешней ситуации. Несравненно в худших условиях находится Армения сейчас. Там еще она на первом этапе чего-то добивалась и в начале 20-го, и в конце 20-го века. Потом уже на длительный период уже не хватало потенциала, силы и еще раз говорю, география, геополитика свою роль говорила. А сейчас здесь даже изначально уже абсолютно неравные потенциалы для того, чтобы втягиваться в такие авантюры, которые им предлагает этот чудак на букву М В данном случае же речь не идет о военных потенциалах. В данном случае речь идет о военно-политических потенциалах. То есть речь идет о политике. То есть на сегодняшний день то, что я слышу от армянских экспертов, они говорят, ребята, Алматинская декларация, вот границы, мы признаем территориальную целостность Армении, мы не собираемся ни на кого нападать, мы просто хотим быть тоже защищенными и выстроить свою конструкцию. И дальше уже на экспертном уровне часто говорится конструкция следующая Индия, Франция, Иран, конструкция безопасности. Не говорят про элементы России, но я думаю, что российский элемент тут очень важен, он никуда не девается. И Греция, Кипр, это, скажем так, такие дополнения, антитурецкие дополнения. Вот примерно вот такая конструкция безопасности. И речь идет о том, что типа того, когда мы тоже себя ощутим в безопасности, и Азербайджану будет лучше, потому что это будет уже разговор не с позиции силы, а с позиции того, что вот более или менее равные партнеры садятся и разговаривают о тех проблемах, которые есть. Дело. Несколько важных моментов они должны учитывать наши армянские коллеги. Первое. Азербайджан имеет полное моральное право подвигать определенные серьезные требования по этим вопросам, потому что именно Армения имела территориальные претензии и до сих пор имеет территориальные претензии к Азербайджану. Именно армянская армия стояла на наших территориях около 25 лет. Она добровольно оттуда не ушла, несмотря на все резолюции СОБЕЗа ООН и призывы других международных организаций. Каждый сантиметр восстановления законной нашей юрисдикции на этой территории, каждый сантиметр, был пролит кровью азербайджанских воинов. Они до сих пор добровольно нам, согласно международному праву, ничего не возвращали, не уступали. И мы поэтому имеем право требовать с Армении определенного, ну, слово здесь гарантии нет, свидетельств, скажем так, о том, что они больше не будут пытаться предъявлять территориальные претензии к Азербайджану и не будут пытаться какого-то реварша. Потому что история показала, что мы на это имеем право. Во-вторых, если они хотят строить такую большую разностороннюю программу перевооружения, это их право, но тогда они должны учитывать некоторые еще другие обстоятельства. Азербайджан намерен, я об этом убежден, что это неизбежно, предъявить им требования по репарации и по размещению ущерба, который был понесен оккупацией наших территорий. Да, там есть два вопроса, которые перекликаются друг с другом. Это проблема того, что беженцы, азербайджанцы, беженцы-армяне были лишены своего крова. Да, это вопрос как бы зеркальный. Из Армении были изгнаны азербайджанцы, из Азербайджана были вынуждены уехать армяне. Это, я думаю, иски индивидуальные, все и так далее. Но есть другой вопрос. Это уже не зеркальный и не встречный. Это то, что государство Армении оккупировало часть наших территорий и превратило в Хиросиму, в Нагасаки, наши города, наши районы вокруг Карабаха. И на сотни миллиардов долларов был нанесен ущерба азербайджан. После каждой такой войны, которая сопровождается оккупацией, разграблениями, нанесением такого ущерба, выплачиваются репарации. Германия выплачивала 90 лет репарации за Первую мировую войну и за Вторую мировую войну тоже выплачивала. Когда Саддам захватил Кувейт, потом Ирак был гунишим платить репарации, по-моему, больше 50 миллиардов, хотя оккупация длилась очень короткое время. И Армения должна будет воплотить Азербайджану репарации за тот ущерб, который был нанесен. Эта работа по аудит по этим территориям проводился. Сейчас он завершается, потому что после однодневной террористической операции новая территория, на которую мы смогли наконец-то вернуться, чтобы там провести тоже аудит, это Иханчанды, Асферан, все эти зоны, посмотреть, что они там разрушали, что они делали. Это должно быть добавлено туда. И это будет очень серьезный иск. Обычно такие решения принимаются либо международными организациями, либо это находится в отражении в мирном договоре. Мы по своему опыту знаем, что Армения никаких международных договоров не придерживается, она не обращала внимания на четыре резолюции СОБИЗООН, она накладывала вето на резолюции там, допустим, ОБСЕ, там, и то же самое по другим международным организациям. Поэтому я думаю, что Азербайджан должен будет включить, инициировать включение этого вопроса в мирный договор, и Армения должна добровольно с этим согласиться, а если нет, то я думаю, что Азербайджан найдет рычаги давление на нее. А вот те страны, которые ты перечислил, очень, которые так любят Армению, Соединенные Штаты, Франция там. Соединенные Штаты я не перечислял, кстати. А, ну хорошо, Армяне так считают, что они тоже там. Нет, я, есть где-то конкретная конструкция безопасности Индия, Иран, Россия, Франция. Но сейчас Армения, окажется, огромная экономическая помощь со стороны Европейского Союза и со стороны Америки, да, были оккупированы азербайджанские территории, война велась на азербайджанских территориях, азербайджанские территории превышены там Хиросиму и Нагасаки, а экономическая помощь оказывается именно стране агрессору, стране оккупанту, да, Азербайджан должен своими силами восстанавливать эти все территории. Я думаю, что немножко, так мягко выражаясь, немножко неправильно, и мы эту ситуацию поменяем. Конечно же, вопрос репарации будет ставиться, я думаю, очень жестко будет ставиться, а этих стран, которые помогают, так Армению, так их любят, и Европейский Союз, и Соединенные Штаты, они могут проявить вот это свое искреннее чувство по отношению к Арманам, тем, что помогут им вот в выплате вот этих репараций, которые наверняка растянутся на многие десятилетия, ну, а что останется там сверх того, что они хотят будут, могут потратить на вооружение, ну, пусть тратят. Но я думаю, что этот вопрос будет серьезно ставиться. Кстати, интересный, очень, очень интересный момент в том плане, что в итоге может быть имеет смысл в качестве бредового предложения. Смотри, что получается. Азербайджан сейчас заговорил о репарациях, до этого в принципе этот вопрос был, но он не был, он не стоял актуально, не озвучивался. Армяне с первых дней говорили об этнической чистке и геноциде Армян Карабаха. Есть взаимные претензии, которые обязательно выливаются в международные суды, так я понимаю, правильно? И этот фон, конечно же, при этом фоне, я думаю, вот как мне представляется, заключить какую-либо бумагу подписать, мягко говоря, крайне сложно. Может быть, есть смысл по неофициальным каналам. Не надо, чтобы мы об этом знали. Договориться о том, чтобы на официальном уровне вот это все пока не озвучивать вообще. Подписать какую-то бумагу. А потом, ребята, это пожалуйста. Суды, репарации, все что угодно. Такой сценарий возможен вообще? Только не с армянской стороны. Такой сценарий по любым вопросам возможен между Азербайджанами, Грузией, между Грузией, Турцией, между всеми другими странами. Дело, ты... Нам, слава богу, мирно договорился, вспомни, вспомни, дорогой мой, они нам говорили, что... А мы признаем территориальную целостность в Азербайджане. Пусть Горобак к ней не относится. Ну, пришел Николу Пашинян. Он говорит, я признаю территориальную целостность с Азербайджаном на основе Алматинской декларации. И он держит свою десятитысячную военную группировку на нашей территории и каждый год пересылает им около 400 миллионов долларов официально по своему бюджету. Мы ему говорим, слушай, как ты признаешь нашу территориальную целостность вместе с Карабахом, если в Карабахе держишь почти десятитысячную военную группировку свою и не увозишь оттуда и каждый год им 300, 300 миллионов долларов из бюджета Армении. А вот так. Мы признаем и территориальную целостность и в то же время и держим там свои войска. Дорогой мой, о каком слове в Джатлиманском соглашении или что там может идти речь? И да, про Азербайджан известно уже Реноме, что если Азербайджан дал слово, это не обязательно подписываться, не обязательно вставить печать. Но когда нам говорят, что мы твои территориальную целостность признаем, мы будем держать свои войска на твоей территории и не будем оттуда выводить, понимаешь, это уже с такой публикой уже немножко надо по-другому себя вести и по-другому относиться. Например, они говорят, давайте мы подпишем договор и там скажем, что никакое внутреннее законодательство не может служить основанием для его невыполнения. Но ты подписал, завтра какая-то группа оппозиционных депутатов обратится в Конституцию Армении, что этот договор противоречит Конституции Армении. Я Конституционный суд объявил, что да, он противоречит Конституционному. Ну и что после этого будет? Это под нож пустить весь процесс переговоров. Если взять что-то подписать абсолютно значит непродуманное и не подкрепленное юридическими основами какой-то документ, подписал, а потом выясняется, что одна сторона отказалась его так сказать ратифицировать и Конституционный суд его объявил самым противоречившим законом. Что после этого останется делать? Опять воевать? Поэтому пускай по-серьезному к этому относятся. Пока они не приведут порядок в свою Конституционную систему законодательства, я думаю, что с ними подписать что-то серьезное, разве что какой-то рамочный такой протокол, документ о желании, о том протокол о намерениях получается. Ничего серьезного там уже больше не подпишешь, если у них не будет изменена эта Конституция и эти законодательства. Поэтому дела. Доверие зарабатывается десятилетиями. Доверие к Азербайджану имеет абсолютное большинство всех государств, потому что Азербайджан всегда держит свое слово. И наше слово не расходится с нашими делами. А говорит, что мы признаем территорию Азербайджана держать на нашей территории десятитысячный свой военный корпус и отказываться его вводить, иди после этого доверяй на слово, что мы можем с ними договориться, не опишу ли это дело. Это очень опасно. И Эльдор, я не знаю, блин, время с тобой летит так незаметно, что ну, просто очень обидно, но мы не можем игнорировать наших дорогих и любимых нами зрителей. Поэтому ответы на вопросы стараемся в стиле блиц, ну, насколько возможно. Помилую исследованию, хочу прочесть полностью, это классно. Здравствуйте, Гела, любим вас и Эльдор Беев. Хотела бы задать вопрос, насколько реальны наши планы по требованию репарации от Армении из-за ответственной оккупации. Если реально, то на какой стадии данная подготовка к этому вопросу. И второе, если постоянно будут гулять на границе, как нам возвращаться на наши земли? Почему не можем определить буферную зону на территории Армении? Мы имеем право на обеспечение своей безопасности. Армения вооружается, они грызят реванш. Вот такой вопрос. Ну, несколько вопросов там сразу есть. По вопросам репарации я уже практически ответил на этот вопрос. Я недавно по этому поводу публиковал один статус в Твиттере. Там такое бурное обсуждение было, и армянская сторона была очень активно бурно обсуждали. Это английскоязычная площадка моя в Твиттере, я там параллельно тоже выступаю. И я думаю, что этот вопрос просто неизбежен делом. Я думаю, обойти его просто невозможно. Вопрос о репарациях обязательно будет на столе. Я считаю, что это должно быть отдельным положением мирного договора, и Азербайджан должен на этом настаивать, чтобы в мирном договоре тоже нашло свое отражение. Но это моя позиция, это мое мнение. Опыт показал, что когда мы что-то сами пытаемся добиться, мы, как правило, добиваемся. Когда мы возлагаем надежду на какие-то международные организации, то, как правило, это все превращается в какой-то долгоиграющую волокиту, ничего путного из этого не получается. Поэтому я сторонник того, чтобы азербайджанская позиция в общем-то настаивала на том, чтобы это было в мирном договоре. Что касается зоны безопасности. В свое время я такую зону безопасности нарисовал на карте в мой центр, и мы его в Азербайджане опубликовали, какая должна быть зона безопасности. Знаете, с тех пор я думаю, что многие элементы этой зоны безопасности они уже претворены в жизни. В том плане, что Азербайджан господство своей высоты занимает и не физически присутствует на территории Армении, но контролирует ситуацию вот этой зоны. Я думаю, что это на сегодняшний день Армяне считают, что физически присутствует. Ну, они так считают, если бы они бы не блокировали все весь переговорный процесс по коммуникациям, я думаю, давно-давно разобрались бы и в этих вопросах. Но вот зону безопасности мы де-факто через контроль военный мы это сейчас фактически имеем. Захватывать какие-то территории я думаю, что мы не собираемся, это нам не нужно. Хотя к разговору о той авантюре, которая сейчас третий раз Богу любит Туреку, было начало века, когда насчет шести турецких пиларетов был конец 20 века насчет Карабаха. Сейчас то, что Франция толкает Армению на милитаризацию и такое противостояние, я не исключаю вариантов, что все кончится очень печально для Армении, но не в результате того, что мы к ней агрессивно настроены или собираемся что-то сделать. Она сама может такую авантюру влезть, что опять-таки остальному миру придется разводить руками и сказать, что Армения сама виновата. Сказать, что Армения оккупировала в азербайджанской территории, мы не можем вмешиваться. Вот вторую такую еще одну авантюру, если Франция устроит, тогда уже могут произойти некоторые события. А так я убежден, что Азербайджан на территорию Армении нападать не собирается. Следующий вопрос, это вопрос от Йога Дина. Значит, следующий. В АДР есть пометка от спорных 8700 километров на границе с Грузией. Есть также пометка с Азербайджанской республикой, но не о ней речь. Что с этими спорными территориями произошло? Были ли изменения государственной границы Азербайджана и Грузии после упражнения за Кавказской СССР? Если да, то прошу внести ясность, какие города населенные пункты, куда отошли. Есть много разночтений по поводу областей загадала ГАХ Балакян у нас и Борчалы в Грузии. Спасибо большое. Никаких разночтений нету. Между Азербайджаном и Грузией проведена деминитализация и деминитация по-моему 70% нашей границы уже это все сделано. У Азербайджана нет территориальных претензий к Грузии, в Грузии нет территориальных претензий к Азербайджану. Есть некоторые спорные моменты и то они в каком плане спорные. Есть некоторые религиозные исторические памятники, которые находятся прямо на границе, частично попадают на территорию Грузии, частично попадают на территорию Азербайджана. Я сам Я вам выступаю за то, что есть не только исторические такие памятники, религиозные памятники, даже есть природные такие объекты, допустим, озера, которые один берег принадлежит Грузии, другой берег принадлежит Азербайджану, их разделить очень трудно, достаточно азербайджанской или грузинской стороне, допустим, там построить какой-то химический комбинат на берегу этого озера, и понятно, что уже и противоположная сторона тоже будет от этого терпеть какие-то очень серьезные убытки и получать проблемы. Я сторонник того, что все объекты, которые находятся на границе Грузии и Азербайджана, все, и природные озера, и вот этот монастырский комплекс, все остальные, сделать их международными заповедниками, совместным управлением Азербайджаном. А совместными, не международными, а совместными. Совместным, да. Совместным. И это нам не нужна там. Нет, но я имею в виду, что сам статус заповедника будет иметь уже международный характер. У нас будут внутренние свои, если можно, а это совместным решением объявить это историческим заповедником или природным заповедником, сделать совместную администрацию из грузинской, с армянской стороны, туда и грузинско-азербайджанская сторона беспрепятственно должно быть посещение быть. Только для граждан этих стран, да, для них специально может быть решением. С 2012 года, пишу об этом по поводу Давида Горэджи, с 2012 года, это уже сколько? 11 лет. Поехали дальше. Руфат спрашивает. Ну, вы знаете, этот процесс, он огромное геополитическое значение имеет. Я уверен, что в будущем евразийском таком миропорядке советский государство будет занимать очень важное место. А кто контролирует Евразию, это Хартленд, это он контролирует мировой, весь мир, так классики для политики определяли, да. И посмотрите, это 7 государств, одно государство мощное, Турция, Азербайджан как мост между переднеазиатскими тюрками и среднеазиатскими, центральноазиатскими тюрками. И 5 государств там, это огромные природные ресурсы, численность населения около 250 миллионов, но я имею в виду не чурский мир, чурский мир еще больше. Там входят, в общем, десятки миллионов тюрков, которые проживают на территории Ирана, Российской Федерации, там, другие государства. Я имею в виду именно государственное образование, 7 этих государств, которые входят в союз тюркских государств. И у них есть очень важный союзник Пакистан с 227 миллионным населением, с атомной бомбой, который считает, что он союзник чурского мира. Когда мы говорим один народ, два государства, Пакистан всегда добавляет, что один народ, три государства. И они Пакистан считают таким же братским государством Азербайджана и Турции. И я думаю, что вот этот альянс союза тюркских государств с Пакистаном вместе, это примерно около полмиллиарда населения. Это армия самая сильная в Европе, турецкая. Это армия Пакистана с ядерным оружием. Это самая сильная армия Южного Кавказа, Азербайджан. И в Центральной Азии самая сильная армия, это Узбекистан. Я думаю, этот тюркский мир, он просто возвращается в мировую геополитику. Как я в начале разговора говорил, что многие изменения, на самом деле, они изменения именно сейчас и тут. С точки зрения истории мировой геополитики, это возвращение на круги своя. Почти полторы тысячелетия на этом евразийском пространстве были одни только тюркские империи. Они друг с другом конкурировали, с друг с другом боролись за влияние на этом пространстве. Потом возникла Британская империя, Российская империя, две мощные силы, которые фактически, эти тюркские империи все были разгромлены, ушли с политической сцены. А сейчас, после распада Советского Союза, опять возникло вот эти новые тюркские государства. Они шаг за шагом обретают свой политический вес, экономический вес, военный вес. И именно в этом процессе Азербайджан, Турция играет роль своего рода локомотива. Мы достигли самого высокого уровня кооперации, вплоть до того, что мы сейчас уже заканчиваем процесс выстраивания единой армии. Турецкая и Азербайджанская армия будут едины в управлении, она по единым стандартам, по единым системам вооружения, все и так далее. Сейчас к этому подтягивается очень серьезное сотрудничество с Узбекистаном, Казахстаном в экономической сфере. Серединный коридор, который нашел поддержку Европейского Союза, он в этом процессе будет играть очень важную роль, потому что серединный коридор – это Совет Турческих государств плюс Грузия. Вот это и есть серединный коридор. Именно этот коридор будет основным звеном такой сухопутной торговли на евразийском пространстве. Поэтому спасибо за вопрос. Это очень серьезный большой процесс, который мы его в начале еще находимся. Я думаю, что с каждым годом, с каждым десятилетием, это процесс, рассчитанный на много десятилетий, будет возвращаться классическая, в общем-то, расстановка сил на евразийском пространстве. Здесь Совет Турческих государств будет тем игроком, без мнения которого, без участия в которого, не будет решаться ни один вопрос. Туркан Демир – очень активная наша зрительница. И тут она задала пять вопросов сразу же. Значит, история не любит сослагательного наклонения. Какой была бы Россия, если бы к власти пришел не Путин, а демократичный немцов? Как повлияла бы свободная политика Немцова на наш регион? Режился бы Карабахский вопрос быстрее, если учесть, что Россия породила эту проблему? Второй вопрос. Был бы при Немцове реализован проект на Буку? Была ли причина лишней желания иметь конкурента? Или тому виной была программа Ирана? И согласно политическим обстоятельствам и прогнозам, будет ли реанимирован проект на Буку, если учесть, интерконнектор Греция-Болгария уже находится в действии. И данный факт является отличным началом для возрождения проекта на Буку. Спасибо за вопрос. Я постараюсь, если не каждый в отдельности, подробно, но коснуться всегда. Что касается Немцова, я с ним был лично знаком. Он очень был интересный человек, очень талантливый человек. Да, конечно, он Россию видел как европейскую, демократическую страну. И, исходя из этого, он осуществлял свою деятельность как вице-премьер российского правительства. Так как он отвечал за топливно-энергетический сектор, то он приезжал в Баку, вел переговоры. Несколько раз мне приходилось с ним принимать участие не только во время переговоров, но после переговоров президент Пейдер Алиев давал частный ужин гостям. И было несколько случаев, когда мы сидели, 3-4 человека буквально вместе ужинали. Там он говорил совершенно откровенно. И поэтому я знал его достаточно хорошо. Конечно, история России развивалась бы совсем по другим лекалам, но я скажу, что то, что это не получилось, то, что феномен Путина сформировался, я бы не сказал бы, что это было какой-то неожиданностью. Понимаете, я уверен, что не Путин создал нынешнее российское общество, которым оно таком и есть. Это общество создало Путина. Потому что от Советского Союза, от его стереотипов, от его шаблонов подавляющее большинство населения еще не отошло. Это было для них более привычное, чем тот дивный мир западной демократии, который им рисовали, такая достаточно узкая прослойка политиков и политологов, экспертов, тем более, что многие из них, они тоже были, в общем-то, поверхностно знакомы с тем, что на самом деле из себя представляет, допустим, западная экономика или рыночная экономика. Вот эта идея, что просто откройте рынки, и рынок сам все сделает, но это потом же, через десятилетия, поняли, что на самом деле это, мягко говоря, это не так. И в любом, тем конечном государстве, есть регуляторы этого рынка, государство старается это все регулировать, но где больше, где меньше, это же другой вопрос. Но поэтому то, что если бы Немцов пришел бы к власти, если бы он смог бы сделать вот эти все реформы, осуществить, вот это для меня было бы, скорее всего, таким очень удачным, на мой взгляд, я бы это только приветствовал бы, но вот для меня несколько неожиданным, что как раз с первой попытки вот удалось в России провести такие реформы. Но то, что произошел откат, то, что сформировался вот сейчас, эта власть в России, которую мы сегодня имеем, и что это более отвечало политической культуре большей части российских граждан. Это на самом деле так. И можно за один день спустить красный ваг с Кремля, но ни за один день, ни за 10 лет психологию общества поменять невозможно. Видимо, Россия все-таки ждет более долгий путь к демократии, чем некоторые думали. Я вспоминаю опыт Латинской Америки, в котором десятилетия царствовали военные режимы, перевороты, расстрелы, там, оппозиции, эскадроны смерти. Отдельных латиноамериканских странах проводились отдельные реформы, они давали успех. А там, где давались успехы, то демократическое правительство продержалось буквально там один срок выбора, потом опять военные перевороты. Вот десятилетиями... Мы помним ту же историю. Так? В Турции мы помним ту же историю. Десятилетиями, десятилетиями Латинской Америки были неудачные попытки реформирования, но потом дело, пошел процесс. Сперва в одном стороне, потом второй, потом третий. Шаг за шагом Латинская Америка стала менять ее облик политический. Уже Латинской Америке число авторитарно каких-то военных хунт намного меньше, чем число демократических государств, уже устоявшихся демократии. Тогда социологи, кстати, анализировали это, пытались понять, как это скачок произошел. И они вывели, что есть какая-то критическая масса реформаторов в обществе. Туда эта критическая масса реформаторов должна входить и политики, и экономисты, и журналисты, и юристы, и лидеры общественного мнения. И если критическая масса формируется, то в этой стране уже реформа проводится успешно, и она делает рывок к новому качеству. Вот такой вывод сделали сами американские, кстати говоря, социологи, пытаясь понять, почему десятилетиями ничего не получалось в Латинской Америке, и страны не могли выбраться из авторитаризма и коррупции. А потом вдруг это стало шаг за шагом проходить цепной реакцией. Я думаю, что вот такой критической массы в России в то время, когда был немцов, такой критической массы, к сожалению, не было. Может быть, в результате неудачной реформы в Латинской Америке всегда добавляли какое-то количество профессиональных людей, которые поняли, какие ошибки они совершили, что в дальнейшем эти ошибки нельзя совершать. Даже неудачные попытки российских либералов, я надеюсь, что какой-то критической массы они когда-нибудь достигнут, когда они поймут, что надо сделать, какие реформы надо провести в Россию, чтобы там изменилась ситуация. Сомненно, у нас много вопросов еще. Ну вот, вопрос от Эспрессо Аз я озвучу, но я думаю, что ответить на это нужно будет, наверное, может быть, целая программа или какая-то часть программы. Спрашивает Эспрессо Аз наш зритель. Я помню, Эльдар Бей в Афагу Лузаде и, кажется, Пахли Зурфугаров, мне кажется, Пахли Зурфугаров, Севронно подали его отставку. Мне тогда казалось, что Димаш против какого-то предложения Минской группы, может ли Эльдар Бей подробно рассказать об этом? Ну, я думаю, что это тема отдельного разговора, просто я не знаю, конечно. Ну, если это тема... Ну, ты знаешь, но сейчас, если ты будешь рассказывать, я думаю, что нам потребуется еще час. Нет, Гела, если я за 25 лет об этом ничего не говорил, то я думаю, что ни я, ни Топик, ни Попольный Вафа об этом подробно такие беседы никогда не вели. Мы давали такие общие, такие только оценки, потому что это все было связано с национальными интересами Азербайджана. И мы тогда считали, я, например, сейчас считаю, что тогда я поступил правильно. Я считаю, что процессы пошли в правильное направление. Не важно, кто какую должность занимает. Сколько лет я был на должности, потом я ушел в отставку. Это для истории Азербайджана никакой роли не играет. Самое главное, что мы смогли выдержать все давление на нас в связи с тем, что от нас требовали по Карабаху. Наш президент об этом не раз говорил и говорил о том, что он потом более подробно как-нибудь расскажет, какое давление было на Азербайджан со стороны международных сил. Мы все выдержали это давление, смогли перестроиться, смогли создать сильное государство, смогли решить наши проблемы. Это самое главное. И это самое главное, а то, что кто сколько лет на какой должности проработал, на мой взгляд, перед этим большой нашей победой. И это, в общем-то, вопрос далеко не важный. Согласен, Мирни. Это Торфик Мамедов спрашивает следующее. Ну, я сформулировал, придется прочесть полностью. Мне простому гражданину объясните, почему политики увлеклись настолько своей карьерой, выборами, выживанием своих конкурентов и так далее, что между политиками и народом образовался обрыв. Исхожу из моего наблюдения в Азербайджане. Ведь когда-то в Англии своего рода Робин Гуды, заставляя очень плохого короля, принять демократию, не это имели в виду. Спасибо, Торфик Мамедов. Ну, это вопрос, вот этот вопрос требует целой передачи. Что такое демократия, что как за нее надо бороться, и какая должна быть власть. Я просто, честно говоря, не хочу сейчас начинать эту тему, потому что я о ней это могу говорить часами. Это очень важная тема, вот она-то на самом деле... Мы как-нибудь поговорим об этом. Почему нет? Потому что, ты знаешь, что, так как есть очень-очень неприятные... Я в субботу с Валерием Челочили в разговоре был там задан вопрос. Вам не кажется, что демократия – это не для всех народов? Что для каких-то народов должна быть демократия, а для каких-то народов нет? Я знаю, что это внедряется сейчас некоторыми... Но, скажем так, не хочу обижать тех, кто об этом рассуждают. Они достаточно популярны, смотрят на Ютубе, что, мол, демократия там вообще для Запада, а для Востока демократии быть не должно и не может быть. Я считаю, что это позиция расистская. Я считаю, что это позиция – это обыкновенный расизм, который принижает, просто считает, что какие-то народы чего-то достойны, а какие-то нет. И вот с этим расизмом я категорически не согласен и всегда буду высказываться. Дело, я с тобой согласен, что это попахивает расизмом, тем более, что это не так по факту истории. Две чудовищные войны, которые унесли десятки миллионов людей жизни в Европе, они пришли из так называемых европейских... Европейских стран, абсолютно верно. Нет, это не очень. Поэтому это абсолютно неправильно. Мой подход заключается в том, что каждый народ рано или поздно приходит к демократии. Есть правильный этап исторического развития. Это определенный этап для исторического развития. Это естественно. К этому пришли сперва одна группа стран, а потом... Тогда говорили, что, в общем-то, это протестантская культура, даже католики и православные не могут быть демократами, не то что там мусульмане или буддисты. Потом к этим протестантская культура добавилась революция реформы Латинской Америки, большая группа католических стран и сказали, что нет, католики тоже могут быть демократами. Потом к этому добавилась революция Росгрузии, сербская революция, сказали, что нет, ну среди православных тоже есть. Не совсем удачный опыт, не до конца удачный опыт. Украина более удачная. Украина, да. То есть, сперва говорили, что это только протестантская культура, потом добавили сюда католиков с осторожностью, потом туда добавили православных, потом сказали, что, блин, Турция демократическая страна, Япония демократическая страна, Южная Корея демократическая страна, да. То есть, постепенно, постепенно. Сейчас некоторые, может быть, африканские страны, где уровень демократии, в общем-то, достаточно такой высокий. Поэтому нет, здесь ограничения ни религиозных, ни этой, но в самой демократической системе есть свои проблемы. Вот это требует серьезного разговора. Если, наши, наверное, зрители, это тоже будет интересно, индекс демократии в мире снижается в последние 18 лет. То есть, последние 18 лет отчетливая тенденция к снижению уровня демократии во всем мире. И это не случайно. Феномен Трампа – это не случайно. Феномен Лепена – это не случайно. Феномен альтернативы для Германии – это не случайно. В самом демократической системе заложены некоторые противоречия, некоторые изъяны, которые надо обсудить. Почему они время от времени, путем выборов, приходят Гитлера к власти. Или, я не хочу сейчас с ними сравнивать некоторых европейских или американских политиков. Поэтому изъяны демократической системы, ее проблемы тоже надо обсуждать. Для того, чтобы вот этого всего не было. Там есть очень интересная тема для обсуждения. Есть очень много идей, как новый мир, вот после этого передела, который сейчас только начинается, да. В новом мире будут ли те самые классические представления о демократических системах. Либо они какие-то будут серьезные формы и в международных организациях, и внутри каждой из стран, которые считают себя демократической. Так что очень интересная тема. Да, я думаю, что на эту тему можно несколько даже передачей посвятить. Там есть, в общем, интересные моменты. Дорогие друзья, я дико извиняюсь. Это мой косяк с тайм-менеджментом. Просто я неправильно запланировал свой тайм-менеджмент по записям. Поэтому остались еще, осталась где-то половина вопросов. Но я их выпишу, и я обещаю, что... Вообще, ты знаешь, столько вопросов, что иногда мне кажется, что придется выделять больше времени, чуть ли не пол передачи. С другой стороны, мы не можем обсуждать только вопросов. Поэтому я понимаю, что у зрителей их накопилось. И я понимаю, что чем популярнее фигуры, тем больше вопросов. Понятно. Нет, если у тебя было бы авторов немножко, собеседник было бы меньше, для них можно было бы ввести дни лекции и дни семинаров. Одни, когда он сам выступает, рассказывает, а по-друге... Я так готов. Сидит и отвечает на вопросы. Я так готов. Вот только собеседники готовы? Да, я могу. Вот проблема. Огромное, огромное спасибо, Эльдор, за очень интересную беседу. И огромное спасибо. И еще раз извиняюсь, что не смог озвучить все вопросы, но просто их, правда, реально было много. Еще добавляется, и сейчас добавляется. Обещаю, что обязательно озвучим и обязательно поговорим. Большое спасибо. Большое спасибо, дорогие. Спасибо за приглашение. Спасибо, что вас терпеливо слушали. Большое спасибо, дорогие друзья, что были сегодня с нами. Всего доброго и до новых встреч.